Ну что, друзья, давайте начнем школу. Тема простая, тема уже постоянно мы об этом говорим, как быть эффективным. Это школа практическая для того, чтобы вы гораздо эффективнее двигались и гораздо лучше. Это школа и для, как новичков, очень важная школа, то есть и для лидеров, которые выстраивают команду. Ну и каждый новичок, он хочет стать лидером, то есть, да, обвести за собой людей. И вот мы об этом. И я всегда говорю логикой. Для меня важна логика. Логика во всем. Логика такая вещь, то есть, ну, как бы вот, ну, такая, знаете, основа основ, то есть, да, таких вот вещей. И как можно проще все упрощать. Чем проще, тем гениальнее, тем лучше. Поэтому стараюсь простыми словами, простыми образами какими-то вам дать, то есть, образами мышления, то есть, чтобы вы понимали, как правильно вести тренировки суперджамп, как построить и как все выстраивать. Хорошо? Сегодня затронем такие вопросы, как начать вести суперджамп. Быстро приближимся по этому, то есть, это как напоминание для новичков, да, как начать вести суперджамп. Откуда приводить людей? Логика, кто за вами пойдет, то есть, да. Цена образования суперджамп, пообщаемся еще немножко так, смотрю, то есть, да. Как не убить лидера в своей команде? У себя в группе уже это для лидеров. Как не убить лидера? То есть, да. И этика. Этика, ДНК. ДНК нашего дела, ДНК нашего суперджампа. То есть, сегодня мы поговорим с вами, что такое религия, что такое политика. Это очень важно. И сверхцель. Завершим сверхцелью, то есть, я дам какие-то лайфхаки, какие-то моменты, что говорил в начале, я про сверхцель расскажу. Так, 30 человек полетели, друзья. Ну что, друзья мои, как начать проводить суперджампы? Это касаемо для новичков. Дайте, пожалуйста, вот здесь вот в чате, напишите, пожалуйста, поставьте плюсик тот, кто не проводил ни разу суперджамп. Ну вот, то есть, проходил суперджамп, я много проходил, а сам никогда не проводил суперджамп. То есть, вот дайте, пожалуйста, плюсики здесь. Вот это очень важно. То есть, да, откровенно, честно, друзья мои. Да, проходил у своего тренера там суперджамп, но не проводил. Вот это вот очень важно. То есть, ни одного упражнения сам не дал. Вот это вот. Все. Дайте плюсики. Юлия, вот я сейчас для них буду говорить. Вот есть такие люди здесь, о чем очень важно это. Что хочу сказать. Как начать проводить суперджамп, друзья мои? Нужно просто начать проводить. Как так? Где же секрет? Где же то волшебное слово? Где же то? Просто начать проводить. А как это сделать, друзья мои? Вот как вы начинаете учиться ездить на велосипеде, так же и тут. Все просто. Профессионализм рождается в делании. Естественно, вам нужно пройти. Вы прошли суперджамп у своего тренера. Что-то меня выбило. Сейчас меня видно. Сергей тоже вижу. Здесь чат у меня работает. Все, картинка восстановилась. Поставьте десяточку, что меня видно, слышно. Что-то меня выбило. Раз, у меня картинка пропала. Пропадает. Сейчас все замечательно. Я вот на секунду что-то у меня прямо у самого отключилось. Все отлично. 300. Все. На Кипре меня видят в 300. В 300 плюс даже я бы сказал. Плюс, плюс. Плюс. Норм. Все, десяточка. Поехали дальше. Друзья, как начать проводить суперджампы? Естественно, все стартуют с разных позиций. У кого-то был опыт, может быть, ораторский, предпринимательский, сетевой. Разные опыты. То есть общение, педагогики, коучинга, психологии. То есть кто-то был просто предпринимателем традиционным, а кто-то по-наему работал. Все стартуют с разных. Но, ребята, как начать проводить? Как ездить на велосипеде? Как начать? Как начать учиться чему-либо? Всегда иногда страшновато. Всегда нормально. То есть, да? Как начать? Просто начать. Знаете, что нам мешает? Нам мешает то, что... Ой, я вдруг скажу и буду выглядеть как дурак. Как дура. Не то скажу. Друзья мои, я вам так скажу. Люди, которым вы проводите суперджампы, вот соберите всех людей и проведите им суперджамп. Вот соберили, собрали. Один раз... Вот знаете, я первый суперджамп провел после того, как мне два раза провели суперджамп. На втором разе, когда я проходил суперджамп, я понял, что что-то скучновато уже по самому. Ну, только такая мысль родилась. И мне всегда... Вот возьмите себе установку. Люди не знают, как правильно проводится суперджамп, в котором вы проводите суперджамп. Люди не знают, как правильно проводится суперджамп. Поэтому они не могут вас оценить, правильно ли вы это сделали или нет. Мы работаем в новой технологии, в новой методике. Тогда почему бояться? Зачем бояться тогда? Надо просто взять и начать проводить суперджамп. Второй момент. Страшно всегда там. Какой голос мой? Как я выгляжу? Что происходит, друзья мои? У меня вот зуб кривой. Борода нечесанная. То есть еще что-то, друзья мои. Как я выгляжу? У меня дом какой-то такой, черновая доска у меня. Пакля торчит. Страх страшный вообще. Ужас. Кошмар. Кресла. Кресла. Ручки погрызанные. Видно это. Не дай бог увидят. Все, обосрался, как говорится, на суперджампе. Друзья мои, как часто мы вот этого боимся. Элементарно какие-то простых вещей. Все просто, друзья мои. Все просто. Реально, друзья мои. Просто перестаньте думать об этом. Чтобы что-то начать делать, нужно просто это делать. И все придет в процессе. Это вам просто наказ такой. Знаете, я сейчас не буду вам прям какие-то там практики давать. Подумайте об этом. Во-первых, вы проходите суперджампы, вы величайшие люди. Вам это в помощь, друзья мои. Вот берите и практикуйте. Давайте так, перейдем к следующему моменту, очень важному. Очень важному моменту. Откуда брать людей? Да, Роберт, классно. Я начинаю, то есть, я хочу провести суперджампы. Откуда брать людей? Отовсюду. Вокруг вас ходят люди. И вот сейчас книга написана новая, то есть, да, как суперджамп помогает людям, по сути дела. Это, ребят, это колоссально, то есть, да, у нас инструмент, как человека вывести из депрессии, из стагнации, как человеку справиться с тяжелыми ситуациями, жизненными ситуациями. То есть, да, вот книга, то есть и суперджамп, в принципе, об этом, да, суперджамп. То есть, методика суперджамп, наша тренировка, она помогает выйти из депрессии, выйти из стагнации, как справиться с тяжелыми ситуациями, как стать лидером, еще больше зарабатывать, взять эту методику, улучшить качество бизнеса своего, то есть, да, как, значит, по-новому развиваться, по-новому смотреть на мир, то есть, и заниматься саморазвитием. Вот у нас миллионов людей ищут, бегают на просторах интернета и так далее, просто нужно, что делать? Нужно постоянно говорить об этом. Нужно постоянно говорить, не думать, как ты выглядишь, как, что у тебя, зуб ли у тебя кривой, еще как ты выглядишь, то есть, да, подкачанный жир ли у тебя, или ты худой, да, не важно. Нужно просто вещать. Чем больше исходящих, тем больше входящих. Чем больше вы транслируете свет через социальные сети, тем больше к вам люди заходят на суперджамп. То есть, чем больше вы делаете презентации, тем больше. Все просто, друзья мои. Чем больше вы разговариваете. Возьмите себе за правило с пятью людьми каждый день пообщаться, и у вас будут полные суперджампы. То есть, у вас будут битком набитые, то есть, да, и вы будете вести суперджампы. Все просто, друзья мои. Вот реально просто, да. Вот именно сегодня вот пойду по этой простоте, друзья мои. Все говорят, ну... Вылетает что-то у меня, вот сейчас опять присоединился. Я не знаю, какая причина. Ну, то есть, друзья, выбивает почему-то, то есть, да. Зашкаливает. Не видно. Все, вижу, происходит. Сейчас видно. Дайте обратную связь. Сейчас видно. Видно. Десяточка пошла. Все, замечательно. То есть, все видно. Не знаю, какие причины. Смотрите, если сейчас вдруг опять пропадет, обратную связь не давайте. Я просто опять так же нажму кнопочку и включусь. Опять добавляюсь. Итак, друзья. Что делать? Откуда брать людей? Это ваше личное окружение. Ваш список, который не заканчивается. Потому что у вашего окружения есть тоже окружение. Он просто нескончаемый, этот список, друзья мои. Это все люди вокруг вас. Которые сейчас в депрессии, в стагнации. У них сложные люди. Вот продавайте им, покажите им полезность того, что они могут получить на суперджампе. Покажите, объясните в личной беседе. Нет такого, знаете, идеального шаблона, как продать. Нет идеального шаблона, как вот говорить им скриптами, и все получится. Нет, друзья мои. С каждым индивидуально. Для предпринимателя нужно объяснить, почему. Для предпринимателя это будет классно. Для человека, который попал в депрессию, у него банкротство происходит. Объяснить, почему, как ты можешь помочь ему. Какую энергию дашь, какие знания. Человек, который в депрессии, личные отношения какие-то сложные и так далее. Человек, который у какого-то болезни, он болеет. Наша психосоматика, мы помогаем. Мы помогаем людям. Улучшает же здоровье. Правильно? Давайте, поставьте, пожалуйста, плюсик. Поставьте плюсик, пожалуйста, плюсик. Кто говорит, улучшает ли суперджамп здоровье наше? Можно ли мы предложить человеку, который только что перенес инсульт, инфаркт. Только что перенес там, то есть, ну, я не знаю, там, какие-то там, сахно-диабет у него там. Ему диагностировали какой-то рак, там, страшную болезнь. И он сейчас сидит в депресснике, страдает. Поможет ли ему? Ему поможет излечиться даже, друзья мои, этой болезни, друзья. Страшная болезнь. Поможет. Почему бы нам не предложить? Сколько таких людей? Сколько таких людей? Попробовать, а они прям цепляются порой за каждый шанс. За каждый шанс, чтобы, понимаете, то есть, предложите. Просто, знаете, вот уверенности не хватает вашей, такого, знаете, такого барзометра. Внутри барзометра такой, чтобы предложить, сказать, да, я тебе помогу. Да, я волшебник. Да, я волшебница. Я тебе помогу. Выйти из депрессии, из стагнации. Стать сильнее, уверенней, харизматичней. Стать здоровым. Я тебе помогу. Я тебе отвечаю. Я даю тебе честное мужское слово, честное женское слово, честное слово друга. Заходи ко мне на суппиджам. Вот этого не хватает. Люди чувствуют вас, чувствуют вашу ментальность, чувствуют вашу уверенность. Вы можете с таким вот настроем просто молчать. Человеку сказать, суппиджам, друг мой, надо заходить. И он зайдет. А можете говорить, говорить, говорить часами. Но если внутри вас нет этого огня, нет этой уверенности, что ты ему поможешь, можешь говорить часами. Не заходят люди. Да, есть, конечно, люди такие, у которых все в порядке. У которых все в порядке. Или они считают, что у них все в порядке. У меня такое ощущение, что в порядке только у тех людей. Все прекрасно. У человека суппиджам прошел. Друзья мои. Это действительно так. Так, поэтому, друзья мои, я вам предлагаю именно начать вот с этого. Просто обзванивать, просто сформировать бытие. Звоните, знаете, вот прям сразу. Останку короля, королевы. Расправить плечи. Вот это бытие, уверенность, величие. И звоните человеку. И пишите человеку. И разговаривайте человеку с таким состоянием. Потренируйтесь вначале. И все, у вас будет все круче и круче получаться. Людям не хватает вашей вот этой уверенности, энергии. И тогда люди к вам будут заходить на суппиджам. Люди будут заходить к вам в партнерство, будут двигаться. Давайте следующую логику объясню. Так буду посмотреть на время. Постараюсь сделать четкое, короткое, сжатое логикой. Кстати, возьмите, пожалуйста, ручки. Вот сейчас вот прям вот я вам даю такой шанс. Я знаю, что Артем Яровой всегда с ручкой и с тетрадкой. Он всегда говорит, ребята, я сейчас записываю. Это самая верная, кстати, самая правильная позиция. Ну, все разные люди. Кто-то визуал, кто-то так вот. То есть кому-то писать надо. Очень важно почему. Потому что всегда важно быть в состоянии ученика и учителя одновременно. Это самое продуктивное состояние. Которое мы, в принципе, транслируем на Суперджампе. Там люди находятся в состоянии ученика и учителя одновременно. Это самое продуктивное состояние для саморазвития. И учитесь всегда у всех. У лидеров, у своих учеников. То есть у всех учитесь. Всегда. То есть учиться, учиться, учиться. Учиться и учить. Не уходить в одну учебу, друзья. Смотрите, друзья. Вот нарисовал такой домик. Вот смотрите, почему иногда тяжело кого-то позвать. Я сейчас логику вам объясню. Вот постараюсь, чтобы вам видно было. Вот смотрите. Все на разном уровне. Вот это, смотрите, это такой пятиэтажный дом. Вот бывает такое, знаете, есть такое выражение. Сейчас еще опять вернемся к нему. Есть такое выражение, что... Но за студентом профессор не пойдет. Правильно? Вот почему некоторые не идут? Почему вы кому-то предлагаете, за вами не идут? Профессор не пойдет. За предприниматель, который зарабатывает миллион рублей в месяц, не пойдет за предпринимателем, который зарабатывает 100 тысяч в месяц рублей. То есть, да? Или долларов. То есть, да, вот если доллар, доллар там взять. Не пойдут, друзья мои. Почему? Потому что, ну, они пока не видят, то есть, к тебе вот это вот. Чему он может у тебя взять. И это нормально. То есть, все стартуют с разных позиций. И вот я хочу вот на примере логики объяснить, как все будет происходить. И как у вас появятся мощнейшие лидеры. Вот смотрите. Вот вы. Пускай ваш... Вот это дом. Первый, второй, третий, четвертый, шестой там этаж. Седьмой, восьмой, девятый. Одиннадцатый этажный дом у меня здесь получился. Вот, видно? Все отлично видно. Если дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Да, десяточку. Видно вот так. Поставьте обратную связь. Классно. 51 человек уже. А я спрячусь пока. Смотрите. Десятый, десятиэтажный дом. Все видно замечательно. Вот, смотрите. Вы вот здесь. Ну, вот так вот рисовал. Допустим, вы вот здесь. И вы вот с таким уровнем знаний, практики, сетевого, возможно, и так далее. Может быть, кто-то вот тут вот так, да, находится. То есть, вот сейчас по уровню, то есть, да? И вот на этих этажах, девятьэтажки, живут люди. То есть, в вашем подъезде. И вот это, допустим, вот, это шестой этаж, это ваш уровень. Вот люди шестого этажа вас понимают, вас слышат и за вами пойдут. Такие же, как вы. Они за вами пойдут. И вот они, люди, пойдут. Которые поменьше какие-то там способности, может быть, еще навыков. То есть, да, неважно, какой возраст, неважно, какой пол. То есть, да, важны личные качества. Вот ниже они все за вами пойдут. И этих людей, друзья мои, на этаже в мире, в Инстаграме уйма. Вот эти люди за вами пойдут. А когда вы будете подниматься выше на этаж? Когда вы будете делать. Когда вы будете делать. Через делание только можно стать профессионалом. Через делание. Не когда ты много учишься, а когда ты много делаешь. Хотя учиться тоже важно, но делание – это важнее. Всегда. Потому что, когда ты делаешь, ты приобретаешь опыт. И вот ты растешь. И через делание, то есть, у тебя доход растет и так далее. Опыт растет в Инстаграм, в социальных сетях общение, умение проводить с пижам. И люди начинают, ого, ого. И все, и уже седьмой этаж тебе доступен. Естественно, когда ты вот на этом уровне, на шестом этаже, и ты, допустим, предлагаешь какому-то человеку вот с девятого уровня. Человек там, он, пока я буду тобой наблюдать. Я буду за тобой наблюдать. И такой бывает, то есть, да, момент. То есть, все, естественно, надо понимать это, осознавать. И расти, друзья мои, рост. Вот потихонечку растешь, 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 сосредоточься вот на этом. Но транслируй сюда. То есть, трансляция должна быть о Суперджампе. Не ограничиваться везде. Но не фокусироваться и не дергаться, и не переживать, что кто-то к вам не идет. Просто пока он не видит огромной ценности в вас. И это нормально. У него есть свои ценности, бизнес свой, свой опыт и так далее. Проводи Суперджампы. И потихонечку ты будешь расти, расти, расти. И тебе будут приходить мощнейшие, мощнейшие, мощнейшие лидеры. Вот так все происходит, друзья мои. Вот у вас уйма людей. Это первый этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый, пятый, шестой. Если вы находитесь на шестом. И вы будете собирать людей, и у вас будет формироваться команда. Это просто не обсуждается. Это так работает, друзья мои. И это всегда так было и всегда так будет. То есть вы растете. Растете внутри лично, ментально. И в материальном форме тоже растете. Но рост только бывает тогда, когда ты выходишь опять из зоны комфорта. Двигаешься, развиваешься и так далее. Не буду повторяться. Но это, вот, я всегда даю. Это, ребята, для осознания, может быть, для и опытных ребят, и для новичков. То есть, вот, посмотрите, можете взять себе на вооружение, как сказать, да, чтобы людям объяснить, своим ребятам, командам, то есть объяснить ребятке. Обращайте внимание на это. Это очень важно. Потом, особенно для новичков, давайте сейчас так, листочку беру. И сейчас проделаем одну еще, еще порисуем немножко. Что хочу сказать. Почему важно проводить суперджампы? Вот суперджамп, суперджамп, умение проводить суперджамп. Вы смотрите, вы проводите суперджамп и хотите построить команду. Правильно? Кто из вас хочет построить команду? Ну-ка, вот восклицательный знак построить, то есть, чтобы у вас была команда, группа, которые за вами идут, с которыми дружно, то есть, продвигаться. Кто хочет вот построить, дайте, пожалуйста, обратную связь. Важно. Восклицательный знак, восклицательный. Чем больше восклицательных знаков, тем больше в вашей команде лидеров, победителей. Огня побольше, вот вижу, вижу, восклицательные знаки растут, еще больше. Здорово, друзья мои, вот оно, то есть 300, да, Владимир Гипрский, 300 плюс и восклицательные знаки, 300 спартамцев, друзья мои. Круто, друзья, смотрите, залог успеха, то есть мы можем много набирать людей в команду, лидеров и так далее. Я сейчас вот так нарисую. Я всегда иду от логики, образное мышление, оно очень важно. И чтобы понимание было, так вот, что-то я не подготовил, пересмотрел, ну вот так вот сделаю. Вот давайте отнесем, вот дом, видно, да, дом. Отнеситесь, вот вы занимаетесь строительством дома, вы занимаетесь строительством дома, как нужно начинать, с чего нужно начинать, особенно для новичков сейчас, ну и для старичков тоже, кто уже в супержампе давно, обратите внимание, чтобы вы понимали, как правильно, как правильно логика, как правильно строить здесь всю работу свою. Фундамент, с чего начинается дом? С фундамента, вот он фундамент, специально его выделил. Фундамент, что такое фундамент в нашем случае? Фундамент это супержамп. Фундамент это супержамп. Фундамент это то, что не просто супержамп, а то, что вы проводите сами лично тренировки супержамп. Это и есть фундамент. Если вы не проводите тренировки супержамп, и вы начинаете строить, начинаете продавать франшизы при помощи своего наставника, потихонечку, вот кирпичики такие, да, вот тут, по кирпичику, по кирпичику строите дом. Фундамент у вас получается слабый. И рано или поздно, когда вы выстроите здесь вот кирпичики, я такого очень много наблюдал в сетевых марках, потому что у меня есть опыт сетевого, я не стал пересказывать свою биографию, ребятки. То есть в ютубе есть очень много про меня разных роликов, посмотрите. Роберт Ра, мой канал. Вот. И когда фундамент слабый, он трескается и все разваливается. И рано или поздно у вас все развалится, если вы не умеете проводить супержамп и не практикуете каждый день. Каждый день, каждую неделю, если вы не являетесь практиком супержампа. Если вы не умиляетесь практиком, не просто я тренируюсь в супержампе, а у тренера постоянно. Мы об этом сейчас дальше тоже поговорим. А сами проводите супержамп, мастером стать через делание. Если вы это не делаете, фундамент треснет, и дом ваш развалится. И вам нужно было что? Заново строить свой фундамент, опять ремонтировать фундамент, учиться этому, то есть, да, и опять начинать дом строить. И вот я вас хочу оберечь, чтобы вы не обереглись от ошибок, чтобы вы сделали сразу все правильно. Только через супержамп можно продавать франшизы, только через супержамп строить свою команду. И если вы этого не делаете, вы идете к раку. Это неизбежно. Я вам прям пророчу, прям вот как чумак заряжу вас. Друзья, это правда. Ну это правда, друзья мои. То есть, да, без вот этой основы, без этого фундамента, крепкого, качественного, мощного фундамента. Чем он мощнее, тем можно мощнее построить дом. Качественный. Это вот важно. Качественный дом, да? То есть, иногда можно еще построить, там фундамент крепкий, можно повыше построить, еще, еще. Поэтому, ребята, займитесь этим. Это очень важный момент. Для кого это очень важно, поставьте, пожалуйста, тысячи. Я сейчас говорю, не на 100% будете, друзья мои, на 1000%. Для кого это важно? Кто считает из тренеров, что это очень важно, фундамент, вот этот фундамент супержамп, для кого это полезно? Возьмите тоже, это, кстати, на вооружение, тысячи, да? Все, понятно, я так посмотрю, да, все, пошло. 300, 300, 300, 3 миллиарда, да? Владимир Владимирович, все, здорово. Важно. Так, у вас ручки-карандаши есть сейчас, да? Приготовили. У кого ручки-карандаши есть, у меня здесь, знаете, вот лайки такие поставьте. Ну, лайки не получается у всех ставить, напишите, там, что-то напишите. Плюсики поставьте, да, три плюсика поставьте, карандаши ручки приготовлены. Очень важно, сейчас пойдет тема дальше. Цена образования. Цена образования, я хочу вам прям в голову засунуть, то есть вот понимание, то есть, чтобы вы понимали, как строить свой бизнес. Правильно, опять же, опять логика, опять цены. Все, лайк, все, вижу. Слушай, Андрей Кузнецов лайк поставил, замечательно. Все, ручки приготовлены, ножки тоже, ножки тоже приготовлены, ручки здесь, ножки здесь. Все, поехали. Итак, цена образования, очень важный момент. Если даже ручку, ну, приготовил, то есть вот листочек такой. Смотрите, друзья, когда ты даешь, вот, было такое, что вот кто-то проходил субиджам бесплатно, давайте честно, вот, да, вот. Было ли такое, что к вам заходили люди бесплатно, без денег, ну, вы договорились с ним, что, ну, давай, пройди уж, как ты будешь. Люди не шли, тяжело звать, да, то есть, проходили бесплатно. Было ли такое, плюсик поставили, поставьте честно, то есть, да, было такое, что бесплатно проходило. У меня было в начале, я честно вот плюсик ставлю, да, было, бесплатно. А было ли такое, что вот у вас заходили люди, кто-то платно, а кто-то бесплатно. Давай на первую тренировку зайди, посмотришь, на вторую. Было ли такое, у меня было. Да, было у меня. Я уверен, что у вас было у многих, то есть да, было, тоже было. Вот честно пишут. Ребята, смотрите, я выявил такую закономерность уже давно, что бесплатно не работает. Вот эти люди, которые заходят бесплатно, они потом обесценивают это все, друзья мои. Редко кто там, бывает такое, зашел и оплатил, потом дальше и пошел, друзья мои. А бесценка идет, друзья мои. Никогда не проводите бесплатно, не заводите вообще. То есть секрет. Стоит денег, короче. Надо, то есть вот ни в коем случае бесплатно, друзья мои. Это ошибка из ошибок. То есть мы все-таки строим тоже бизнес-систему, это очень важно. То есть понимание. Я сейчас объясню. Важность этого дальше у нас в конце будет к сверхцели, когда подойдем. Там и деньги, кстати, к сверхцели. Нифига себе, классно как. То есть, да, друзья мои, не проводите. Вот прям поставьте себе зарок. Да, иногда вот новичку там еще кто-то. Ну ладно уж ты уж как-нибудь там уж зайди, там человек не ценит это. Вот смотрите, вот просто возьмите любое обучение. Какой-нибудь мастер-класс там, еще что-то. То есть, ну тебя вот, допустим, учат летать, я не знаю, там, на самолете. Я не знаю, ну давайте только пример, какой-то более приземленный там. Ну какое-то обучение. Ты решил где-то обучиться чему-то. То есть, да. И тебе говорят, так, стоит, ты говоришь, бесплатно. Все, норм, я здесь. Все вылетает, бывает, в принципе, ничего, нормально. Видите, раз, быстро восстановилось. Или вам говорят, то есть, бесплатно. Или стоит это не им дорого. Не много. Люди не ценят. Чем дороже, тем больше люди вышли из зоны комфорта, заплатили, тем это больше ценится, друзья мои. Чем больше это ценится. Поэтому важно, сколько стоит ваш супиджамп. Важно брать цену и важно, сколько стоит. Это я сейчас вот на это. То есть, вот об этом сейчас хочу сказать. Так, слышно меня? Все отлично? Все, дайте десяточку поставьте кто-нибудь один и больше ставьте. Все отлично. То есть, важно. Важно сказать. Важно деньги. Вот смотрите, я сейчас вот приведу пример. Так, пример я привел. По деньгам, давайте скажу. Смотрите. Важно, чтобы ценник был хороший. То есть, да, я выявил и у себя, и у меня. У меня супиджамп стоит 3500. 3500 рублей. Ну, 50 долларов я иностранцам, наверное, говорю, там, или кто-нибудь еще. 3500, не меньше. Ни в коем случае дешевле, там, ни 2500, ни 3000. 3500. 3500 строит мой супиджамп. И у меня у ребят в команде, у всех, кто ребята практикует, они все 3500 практикуют. И когда начали делать такое, люди более качественные идут, люди более лучшие, люди серьезно смотрят. И знаете, в чем плюс? Люди видят бизнес. Человек, который зашел бесплатно, прошел. Почему губительно и неправильно проводить супиджампы бесплатно? Люди зашли, пускай он бесплатно прошел. Он не увидел бизнеса, он не увидел пользы. Он и пользы не получил, потому что не был на 1000% вовлечен в этот процесс. Да еще он не увидел бизнеса. А ты ему про бизнес рассказываешь. Какой бизнес, друг мой, я бесплатно прошел, я никого не позову, у меня бесплатно будет проходить. Какой бизнес, все. Правильно? Цена маленькая, 2000 рублей. Ну, что тут, какие деньги тут, 70%, это там 1400, то есть что там за деньги, то есть, да, небольшие. И вот, когда люди видят здесь реально деньги, то есть, да, а что такое 3500? 70% это 2450 рублей с абонемента приходят вам, да? Это уже деньги, такие нормальные деньги, то есть, да, за одного человека. Это почти что, то есть, 4 человека зашли на супиджамп, это у тебя уже почти что десятка. То есть, да, 10 тысяч зашло. Классно. Слушай, люди считают быстро. И вот, когда у вас будут люди проходить за нормальные деньги, за 3500, они быстрее будут включаться, они будут видеть здесь бизнес. И поэтому вреднейшее, вот я всем говорю, ребята, вот в своей команде, всем, ребятам, вреднейшее дело проводить тренировки за 2000 рублей. Или за 2500, или за 3000. Вреднейшее. Растите, вырастайте, это для вас, понимаете, сейчас вырастайте, позволяйте себе больше. Вот это больше харизмы, уверенности. Наш супиджамп что помогает? Улучшить качество здоровья. Помогает, только что писали, да, помогает. Вам помогает стать уверенными, яркими, харизматичными, светиться энергией, помогает, помогает. Выйти из депрессии и стагнаться помогает, гарантированно помогает. Сколько стоят психологи, коучи? Вы просто возьмите, сядьте на телефон и обзвоните все услуги. Услуги коуча или психолога стоят минимум 1 час посещения, 1000 рублей. Это самый плохой, самый говеный психолог, честно скажу. Прямо своими словами буду называть. Самый, да? То есть это добрые, добропорядочные люди, но они сейчас работают в этих старых технологиях. В технологиях коучинга, технологиях психоанализа, в технологиях НЛП. Это старые технологии прошлого века. Они в них работают, и они неэффективны. Да, мы не будем об этом говорить, вы понимаете, о чем я говорю. И что хочу сказать. И они берут за это 1000-3000 за час. Я отдавал сам 3000 за час. Ходил на три раза, отдал 9000, то подумал, стоит мне дальше продолжать. Что-то смысла никакого не вижу. 9000 за три часа. А у нас сколько? 8 упражнений. Почти что неделю ты с ним даже больше уже. Больше недели работаешь по часу постоянно. Да еще связываешься и общаешься. То есть, да? И это всего 3500. Как думаете, конкурентно мы? Как думаете, цена адекватна 3500? Да более с чем. Наш продукт эффективнее и дешевле и удобнее. Никуда не надо ехать к психологу, там, лично куда-то. Все в онлайне. Это круче. Это выгоднее. Поэтому, друзья мои, вот прям возьмите себе на вот прям задачу. Да, кто-то есть, проводит там за 100 долларов у нас в команде наверняка. То есть, вот за 100 долларов. Да, класс, друзья мои. И за 150, и за 200 проводить. Это важно. Ну, давайте сделаем так. В Академии порог. Вот я вам просто предлагаю всем. Вот интеллект-тренерам. Мы сейчас все здесь. Сделать, ребята, такое. Все. Только 3500. Всегда. Всем. Кто вот за это. Дайте, пожалуйста, обратно связь. Вот поставьте. Тысячу. Тысяча процентов. Вот прям. Давайте вот прям 3500 не дешевле. То есть, выше, да. Но дешевле 3500 нет. Почему? Сейчас объясню дальше. Да, вот видите, вот я вижу отзывы. Вы понимаете, почему, да? То есть, 3500, 50 долларов. 50 долларов. Я иностранцы говорю, слушай, 50 долларов заплатил. Он говорит, 50 долларов. Нормально. То есть, доступно. То есть, да. 3500. Это реальная цена такая. Психологически, с точки зрения, тоже очень такая здоровская. Все. Я за. Все. Не опускаем. Смотрите, в чем суть. А, я не буду вам показывать. Я сейчас расскажу. Возьмите ручки-тетрадки. Я просто сделал такой анализ. Почему это классно? Человек купил франшизу. Он еще пока не продал ни одной франшизы. Но начал проводить суперджампы сам. Если ты берешь, я анализ сделал такой. 2000 рублей и 3500. Если человек берет и начинает за 2000 рублей проводить. Ну, ценность меньше, короче. Ты зарабатываешь меньше. А усилия одни и те же. 3500. А, 2000 рублей. 2000 рублей 70%. Это. То есть, у нас возврат идет интеллект-тренеру в кабинет. 70% до суммы, которая с абонемента плодит человек. Это получается 1400. 1400. Ну, так. Можно набрать группу 10 человек. Легко. Интеллект-тренер. 11 человек. Легко. Время в час укладываешься. Я экспериментировал. Делал такой не раз. 12 много. Вот 10-11 человек нормально. 11 человек – это такой потолок. Прям под горлышко. Прям все там вот так. Прям под горлышко. То есть, да, забито. Больше не рекомендую. Ну, это моя рекомендация. 11 человек – суперджамп. То есть, тренер и 10 победителей. Реально. Что такое 10? Да, 10. У нас 1400 возвращается с 2000 рублей. Это получается, если это 2000 рублей стоит абонемент, то у тебя доход будет с 10 человек. Это будет 14 тысяч рублей. С 10 человек. Ну, как бы так. Ну, нормально. 14 тысяч рублей. Как бы уже так. Ничего. Но если у тебя абонемент стоит 3500. Вот 70% – это получается 2450 рублей. Это получается 24500. 14 тысяч и 24500. Большая разница. За одно и то же время и за ценность. И я вам скажу так, что 3500 – это недорого за наши услуги. Это недорого. То есть, люди говорят, это дороже стоит, друзья, то, что ты мне дал. И люди, у нас есть люди, которые у меня, у меня и у моих учеников, ребят, кто тренирует, тренеры. Ребята есть, которые уже тренируются по 3-4 раза. По 3-4 раза, по 3-500 платят. Обыкновенные ребята, кто-то там. И есть предприниматели, которые не купили франшизу, а просто тренируются постоянно. Ежемесячно. Как в фитнесе, как далее. Они готовы 3-500 ежемесячно оплачивать, чтобы проходить суперджампы. Думайте только. Это работа. 3-4 месяца уже некоторые есть оплачивают. Не все, но постегонечку мы набираем, получается, этот континент. Смотрите, в чем суть. Дальше идем. Две группы. Давайте сравним. Две группы. Группа за 2000 рублей ты делаешь абонементы. Две группы по 10 человек. Можно же за месяц две группы провести по 10 человек? Суперджамп. Можно. Сколько это получается? 28 тысяч рублей в месяц. Только с линейного бизнеса. Это еще даже не с глубины, не пассивный доход. Ты работаешь. 28 тысяч рублей. Это 70%. Это 2000 рублей. Если абонемент 3500, 70% абонемент, все понятно, да? Две группы по 10 человек, это получается 49 тысяч рублей. То есть ты 20 дней в месяце пашешь, проводишь суперджампы по часу в день, по 2-3 часа, может быть, обзваниваешь людей, собираешь людей. 10 дней у тебя свободных. То есть 20 дней у тебя задействованы. То есть 10 дней ты можешь отдыхать на эти 49 тысяч рублей. 49 тысяч рублей, друзья, для кого-то это зарплата колоссальная. С работы можно уйти. Согласитесь? Так ведь это? Так ведь это, да? То есть если да, допишите, да. Для кого это колоссально уже, то есть 49 тысяч, то это классно. То есть да, классно. То есть там поставьте плюсики. Это уже колоссально. И время свободное есть, и времени. Это может дополнительный доход. Классно такой дополнительный доход иметь? Разница большая же, 28 тысяч рублей или 49 тысяч рублей? Все, опять включился. Поставьте десяточку кто-нибудь один, чтобы все нормально слышно менять. У меня такое было в этом чатике. Все, замечательно. Все, поехали дальше. То есть разница колоссальная, да? То есть за 2 тысячи рублей проводить суперджампы или за 3 500? Я вам даю установку 3 500, друзья. А давайте возьмем так. Ты прям серьезно решился взяться. Ты серьезно пришел сюда работать. Ты серьезно решил пахать и зарабатывать здесь деньги. И ты проводишь 3 группы. 3 группы ежемесячно. Это реально. Пахать. Сколько это получается? Если 2 тысячи рублей, это получается 42 тысячи рублей. Если по 2 тысячи рублей абонемент. Если по 3 500 абонемент, это получается 73 500. 73 500 просто с линейного бизнеса. Это колоссально, друзья мои. Это колоссально. А как думаете, если у вас хотя бы 2 группы по 10 человек пройдут суперджампы, вы заработаете 49 тысяч рублей. Во-первых, вы покажете ребятам, скажете, ребята, я зарабатываю. Я 49 тысяч рублей. Классно. Ты покажешь деньги. Реально все показал. Деньги есть, денежки есть. Бизнес людям показывает. И люди бизнес видят. Они 3 500 заплатили, они видят бизнес здесь. За 2 тысячи, ну как-то маленький бизнес. А тут большой бизнес. Понимаете? Уже хороший бизнес. Уже хорошая работа. Отличный интеллект тренера. Привлекательный. И вы показываете ему деньги. Как думаете, из 20 человек кто-нибудь, ну может так вот из 20 человек, из 10 человек, выборка даже, да? 2 человека могут сказать? Да, 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 я хочу, я хочу. 2. А из этого, как его, из 24 получаются. 4, 5. 5 человек из 20 может сказать? Да, 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 я хочу, я хочу 5. Может ли, да, сделайте, поставьте, пожалуйста. Напишите да. Да, да, там 5. Да, 5. Может 5. Ну может, это средняя такая константра. Да, может 5. А из этих 5 за этот месяц, купят ли франшизу у вас? Да я думаю, один-то, два точно купят, потому что они деньги найдут. А другие останутся как бы в работе на следующий месяц. Или зайдут опять на суперджамп и будут вариться и будут стремиться к этому. Вот вам механизм, друзья мои. Вот вам доход. Я уже не буду сейчас поднимать деньги. Наверняка вы записали все за мной. Десяточку поставьте кто-нибудь один, чтобы я видел. Записали. Рекламная пауза просто была. Мы немножко с рекламой, чтобы ваши глазки не уставали. Я специально поставил, если это запланировал, надо было глотуть в это время. Да, десяточку поставьте, чтобы меня видно, чтобы я видел, как контрольная такая десяточка от кого-нибудь одного. Потом не ставьте. Если видите, что десяточка в чате пролетела, не ставьте. Все, отлично. Наши две десяточки. Это уже двадцаточка. Поехали дальше. Очень важно, да? Как не убить лидера в своей команде? У вас появляются люди, вы продали франшизу. Как не убить лидера в своей команде? Очень важно. Потому что бывает такое, что лидер человека можно запороть. Он будет неуверен в себе и так далее. Мы вроде бы там суппиджамп проводим, люди растут и так далее. Знаете, когда проходит, я заметил это, то есть когда лидер начинает умирать, когда вы начинаете за него, когда за него вы проводите суппиджамп. Когда вы ему проводите, его люди покупают абонементы, вы ему проводите. И вдруг тут получается, что кто-то у него покупает франшизу. У него покупают франшизу. Что происходит? Не он продал. Он что думает? Что продал ему тренер? Не я продал. Он неуверенный в себе. Он не сам проводил суппиджамп. Понимаете, в чем суть? И он неуверенный. Понимаете? Неуверенный. Да, конечно, нужно какие-то вначале помочь и так далее, оказать какое-то содействие. Но, друзья мои, нужно отпускать людей просто. Ребята, все. Ты прошел суппиджамп, ты уже получил. Все, давай сам. Сам проводи суппиджампы. Да, зуб у тебя кривой. Да, у тебя интерьер пока не говорит. Начни с того, что есть. Пофигу. Веди просто. Просто веди. Элементарные вещи, друзья мои. Камера, телефон, все. Начни. Вы тогда взросите лидеров. Сильных людей. Которые, знаете, проведет. Он провел хоть как-то, боялся, провел. И вдруг ему говорят, мы тебе благодарю. Классно. Ты меня... Все. Уверенность. Поднялась индекс. Второй суппиджамп еще более уверен стал. И кто-то со второго суппиджампа франшизу купил. Все. Заработал. Сам сделал. Не наставник помог. Сам. Родился лидер. Вот так вот. А если вы будете постоянно проводить, и вам говорят, давай с тобой, с тобой. Слышали такое? Можно, можно с тобой. Можно с тобой. У меня же там такой, у меня же там такой сетевик, такой лидер там. Сам. Я не... Почему? Потому что ты ему уже одну, вторую франшизу помог продать. Дальше, дальше. Все. В человеке, в каждом человеке есть лидер. Но его нужно взрастить. Воспитать. По-педагогическе как-то подойти. Правильно? А иногда надо отпустить, сказать, все, плыви. Плыви. Человек плывет. Понимаете? И когда он плывет, он говорит, нравится, классно. Купили франшизу. Все. Я знаю. Я могу. Я уверен. Все. У него внутри, у него бытие появляется такое. Знаете, все. Вы взросли. Вот чтобы... Как не убить лидера? Не проводить за него суппиджамп, друзья. Ни в коем случае. То есть, да. Не проводить постоянно, тем более, за него суппиджамп. Жалеть. Жалость – это самая плохая вещь, друзья. Самая плохая. И страх ваш, что у тебя вдруг сейчас человек остановится и не будет заниматься ничем. Если ты готовишься к поражению, тебя ждет поражение. Если ты готовишься к победе, тебя ждет победа. Мысли материальные. Что ты заряжаешь? О чем ты думаешь? Какие мысли у тебя? Какие помыслы? Все просто, друзья мои. Вот как не убить лидера, друзья мои? Цена – это информация кому? Дайте, поставьте плюсики. Три плюсика, если цена – это информация. Пришла какая-то осознанность, то есть понимание того, как не убить лидера. Как вы все хотите, чтобы у вас лидеры появились? Это важно. Но есть еще один такой очень важный момент. Чтобы к тебе пришли лидеры, тебе нужно самому быть лидером. Ну да, вот как я вам говорил, то есть расти сюда постоянно, лидером быть. Бытие, чтобы твое было вот такое. Лидеры приходят только к лидерам. Королям, королевам, уверенности, люди. Если ты нифига не уверен, если ты боишься, в 10 тысяч раз ты должен быть уверенным говорить. Рассказывать, говорить, ошибаться, говорить неправильно слова, путать цитаты, путать авторов цитат. Ну, делать. Все вот так вот. Знаете, сколько раз я ошибался, неправильно говорил цитаты, мне поправляли люди? Знаете, сколько раз? Да тысячу раз уже. То есть я утрирую, то есть много суперджампов. Я уже провел около, я там, ну, где-то, наверное, 100 суточку еще одну, рекламная пауза была. Чтобы у вас пальчики, чтобы не затекали у вас, то есть, да, десяточку. Где-то 100 суперджампов точно провел. Через меня где-то прошло, где-то 700 человек, это точно. 700, где-то, может быть, 600, может, 800, может, подошлось. Прошло, прошло через меня, то есть, да, вот суперджампов. Вот, я скажу так, что в чем суть? Это какая-то мысль была? А, улетела. Вот, вот, прилетела. Вот видите, я не боюсь ошибиться. То есть вот я говорю с вами, могу сказать, о, что-то улетела. Я что хочу сказать, что, знаете, сколько раз я ошибался за это время? Очень много. Что-то неправильно говорил и так далее. Но если бы я не делал, я бы не давал бы сейчас вам школу здесь. У меня бы не было бы того опыта, не было бы тех знаний, у меня не было бы такой команды сейчас. Я просто делал. Думаете, не было страшно? Боялся. Но самое кайф было преодолеть это все. Кайфануть. Знаете, как, боишься прыгать с парашюта и целый день думаешь об этом, думаешь, 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 зачем ты думаешь об этом? Прыгать надо просто, кайфовать от этого. И все, вот процесс, друзья мои. И знаете, сколько раз я ошибался? Сколько неправильно говорил цитаты, неправильно давал упражнения, неправильно все делал. Потом переслушивал себя, смотрел, думал, мама, не горюй. И заново начинал делать новое субежам по-другому. И вот тут родился, вот так рождаются мастера, вот так рождаются профессионализм. Только через делание, друзья. Париться не надо. Я логику даю сюда. Я доступно объясняю, друзья. Просто входит. Входит сюда, друзья. Сюда особенно, вот сюда, вот важно. Вот так, чтобы ходило. Все, замечательно, то есть. Замечательно, друзья. Смотрите, хочу еще один переговорить, обсудить еще такой очень важный момент. Сейчас очень важный момент. Я так думаю, у нас, да, у нас на час растянется все равно, то есть школа. Я думаю, ну нормально. Очень важный момент. Сейчас, вроде, я у меня очень важный. Этика. Я хочу сказать про такой момент, про ДНК нашего дела. Про ДНК, про основу основ. У нас есть методика. Суперджамп. Это 8 ярчайших упражнений. И есть методика, как мы там передаем слово и так далее. То есть все, да, у нас методика упражнения. В эту цепочку не должны никаких вклиниться в другие упражнения. Это раз. То есть, да, у нас есть прям стандарт. Хотя я не люблю это слово, стандарт. Ну, такой, знаете, какой-то ограничивающийся в рамках. Но я сейчас объясню, почему нам нужно придерживаться этого, основа основ. Потому что мы строим бизнес. А бизнес и масштабирование не может быть без стандартов, как в Макдональдсе. Правильно? Если вот, допустим, у нас есть упражнение, вот именно таким образом мы передаем слово, именно таким образом делаем. То есть, да, вот нельзя ничего изменять, нельзя ничего менять. То есть, да, вот именно в такой формате, в такой последовательности, в такой очередности делать все это. Да, вы там говорите, объясняете про упражнения по-своему. То есть, это своя школа, твоя энергетика и так далее. Все по-разному. Но у нас есть стандарт, методика, метода. Как передаем слово правильно. То есть, про упражнения и все это идет у нас в таком формате. Правильно? И вот почему это важно. Вот смотрите, Рэй Крок, когда начинал бизнес свой, вот если бы он не следил за стандартами в Макдональдсе, он бы не построил бы такую колоссальную компанию. А нам нужно построить колоссальную компанию круче Макдональдса. Мы ее построили уже. И нам нужно соблюдать стандарты. Вдумайтесь это, заложите это в своих людей, в своих ребятах. Сейчас ко всем общаюсь. Стандарт, именно следить за этим, вам самим быть этичными. Именно этичными и соблюдать этот момент для себя самого и для твоих людей. Посматривать. Ребята, ну-ка, ну-ка, давайте-ка, вот именно так делай. Посматривать иногда по сторонам, как твои ребята проводят суперджампы. Видео посмотреть их, забежать как наставник. Почему важно? Сейчас объясню еще очень важный момент. Если вот Рейк Рок, вот когда начинал, у него что было вначале? Он продал, продал франшизу, потом заезжает, опа, там сосиски в тесте продают. Где-то начали курочку продавать еще. Еще что-то. Что? Если бы так продолжалось бы, никакого Макдональдса бы не выросло. Правильно? То есть стандарт работы нарушался. Есть определенные методики, которые люди сыты будут. То есть это в том вот области пищевой, да, у них. И благодаря этому только Макдональдс стал Макдональдс. Если мы будем нарушать, если мы будем ставить курочку, еще что-то, все. Триндец. Это не будет, то есть как бы для, мы не сможем это быстро масштабировать и давать качественную, качественную, то есть качественные наши услуги. И не сможем масштабировать это в огромных масштабах. Так что соблюдаем, друзья, мои стандарты. Второй момент очень важный. Второй момент очень важный. Вера пишет, Роберт, наш любимый, все точно, любимый, любовь, благодарность, это самые важные вещи, да. Итак, Вера, я благодарю. Друзья, в конце послушаю ваши обязательно отзывы, напишите, ладно, прям пишите уже, готовьте. Дальше поехали. У нас есть такая очень важная фраза, сейчас очень внимательно, вот очень внимательно сейчас все слушаем. Сейчас переходим к очень серьезному моменту. К очень серьезному моменту. У нас есть правила, когда мы говорим, запускаем, мы не говорим о политике и о религии. Что подразумевается под этим? То есть мы не говорим о политике, то есть мы не приводим, мы живем в разных странах, в разные менталитеты, разные культурные коды. То есть где в России хорошо, то для немца смерть, то есть, да, что для немца хорошо, то для россиянина смерть, да, иногда такое может наступить. И так же, поэтому мы не уходим в политику, не уходим в какие-то культурные коды, мы, вот стандарт, он нам позволит быть как раз вот в этом, вот в рамках этих, да. Не говорим о политике, мы никого не осуждаем никогда, то есть, да, что касается религии, вот это еще важнее. Мы не обсуждаем религию. Что подразумевается под этим? Сейчас очень внимательно обращаюсь ко всем. В моей команде интеллект-тренеров есть люди, которые мусульмане, есть люди-христиане, которые реально просто вот, ну, как бы, прям, это их не выбор такой, они классные, это их не выбор, это классно. Они даже некоторые вот есть, у нас Георгий есть, он вообще священнослужитель, он там, ну, поет в храме постоянно, то есть очень серьезно к этому относится, да. У нас, я знаю, есть священнослужитель, у нас священнослужитель, который стал интеллект-тренером. Я вот обращаюсь ко всем, ко всем людям вообще. Есть люди, которые там, ну, летят по этому, по древнеславянским каким-то там, там, Святогором, Оберегом и так далее, то есть, да, то есть еще что-то, то есть, да, по разным друзьям. Я сейчас обращаюсь ко всем, к буддистам и так далее, это ваше, это классно, что есть традиции, это классно, есть культурный код, это здорово, что мы разнообразные. Друзья мои, почему, что подразумевается, мы не говорим о политике, мы не говорим о религии, что подразумевается? Мы с вами не вносим это в суперджамп, ни в коей мере, ни при передаче слова, ни какими там другу-другу, там, если мы передаем слово только король, королева, величайший, самый легендарный, самый величайший, мультибиллиардер долларовый, то есть, да, гений, можно сказать, там, свет вселенной, то есть, да, светлейший человек на свете, то есть, да, вот такие вещания, то есть, да, но ни в коем, да, пам-пам, реклама была. Итак, десяточку ставим кто-нибудь? Кто первый десятку поставит? Отлично видно, все, поехали, да, отлично, мне кажется, уже даже повторять можно не повторять, все, видно, все, замечательно. Вот, и что хочу сказать, мы не уходим ни в какие религиозные конфессии, то есть, да, не обозначиваем никак это, друзья мои, вот, ребят, давайте так сделаем, это правило, это этика, это культурный код наш, суперджампа, друзья мои, и когда вы даете упражнения, рассказываете про упражнения, про 200 улыбок, про осанку короля и королевы, про контроль мысли, контроль чувств, и не применяете никогда там, вот, святой сказал вот так, вот, лука там какой-то там святой сказал так, вот в Коране написано вот так, вот тот там индусский там какой-то Кришна-Шива там говорил вот так, даже там, никогда, друзья мои, говорите обыкновенно, вот, не опираясь на вот такие вот моменты, это важно, что вы получаете подтверждение, и многие из нас, я вот и с Израиля ребятам проводил суперджамп, и с мусульманам, и христианам, и все говорят, ребята, это классно, это кошерно, это халяльно, друзья мои, это действительно так, но давайте, знаете, для чего, это польза для вас, для вас, ребята, особенно, почему, потому что в вашу команду будут приходить разные религии, то есть мы объединяем, и если вы будете нести вот это, во-первых, нарушится вот этот культурный код, мы не будем объединителями, никогда, суперджамп не будет объединять народы, население, страны и разных людей, разных конфессий, никогда, а таким образом мы объединяем, мы объединяем, мы объединяем, у мусульманов могут быть христиане и так далее, в команде и так далее, то есть и другая, правильно, запускаем правильный код, правильная ДНК, друзья мои, правильно, себя начинаем, хочешь изменить мир, начни себя изменить, правильно, друзья мои, мы даем педагогику, у нас взрослая педагогика, у нас образовательный продукт, но ни в коем случае не приправленный никакими религиозными конфессиями, никакими религиозными, я понимаю, я очень уважаю, я сам, у меня отец, у меня отец мусульманин, мама крестьянка, то есть, да, я понимаю, о чем я говорю, да, как быть толерантным, как бы соблюдать это все, то есть, да, я живу в таком городе, где у меня мечети стоят, их церкви, ну, я живу в такой прекрасном, прекрасном месте, республика Тарстан, город Елав, где все перемешано и очень здорово, поэтому, друзья мои, чтобы было, ведем хорошо, это важно, закладываем, то есть, мы вне религии и вне политики, кто согласен с этим, друзья мои, поставьте, пожалуйста, тысячу опять, то есть, тысячу процентов, то есть, ребята, очень важный момент, очень важный, очень важный аспект, который нам нужно соблюдать. Все, замечательно, друзья, и помогайте ребятам, не осуждайте никогда никого, то есть, да, ну, сказал человек, ошибся, помогите ему, объясните его, донесите его так вот простым языком, слушай, друг, ты же хочешь, чтобы у тебя там разные были, да, давай вот, давай с тобой не будем святых этих сюда примерять, то есть, да, как бы, все классно, они молодцы, все верно, и мы молодцы, и они молодцы, все классно, то есть, делаем вот так, договорились? Договорились, то есть, да, то есть, то есть, не говорим там, как, все там, я вижу, Владимир Кипрский пишет, там, там, король Леонид говорил так, то есть, да, друзья мои, ты говорил так, ты, ты король Леонид, вы, вы чемпионы, вы победители, вы говорите, и вы говорите от себя, всегда, друзья мои, вот это очень важно. Да, можно приводить примеры, цитаты, образы, ну, не связанные с религиозными какими-то моментами или с какими-то этносами, то есть, да, этнокультурами. Ну что, друзья мои, поехали дальше. Эту тему я вам раскрыл. Давайте перейдем к самому важному, к сверхцели. Будем завершать немножко, идти к завершению. Сверхцели. Я недавно начал перебирать, опять менять, ну, сейчас вот работаю у себя в команде, я хочу переделать материалы, вот подача, ну, допустим, упражнений, когда там ворусский документ подается. Я столкнулся еще раз, и еще раз сталкиваюсь с такой ситуацией, и обсуждал это с Владимиром Викторовичем тоже, да. И что хочу сказать, как мы подаем сверхцель. Очень важный, да, аспект, это самый важный, это самый важный инструмент в супиджампе, сверхцель. И у нас есть там такой момент, когда мы задаем вопрос, ради чего ты живешь, ради чего ты живешь, ради чего ты идешь на работу, ради чего, ради чего, то есть, но мы не даем человеку ответа. И я уже давно это делаю, я хочу вам дать прямо эту изюминку, чтобы вы использовали все в академии, правильно давали сверхцель людям. Я вот хочу, чтобы вы все правильно давали сверхцель, то есть, да. Ради чего человек живет? Ради чего? Вот ради чего он идёт на работу? Ради чего он идёт? То есть спортом занимается, фитнесом занимается. Ради чего? Ради чего он с утра проснулся? Ради чего идёшь по улице? Ради чего ты делаешь? И вот надо людям давать сразу ответ. Задавать эти вопросы, естественно, когда ты даёшь сверхцель. Ради того, чтобы сделать мир лучше? Запишите вот это вот. Ради того, чтобы сделать мир лучше. это и есть сверхцель человека. Она одна, единая и на всех. Вот когда человек начнет жить ради того, чтобы сделать мир лучше и вкладывать в каждое свое действие, работа воспитательницы, школы, чиновника, я живу ради того, чтобы сделать мир лучше. Я иду на работу не для того, чтобы денег заработать больше, а ради того, чтобы мир изменить, сделать его лучше. Такой человек будет разве портить экологию? Вырубать леса за деньги? Нет. И все будет жить с этими мыслями. И вот эта мысль, вот эта максима какая-то, я не знаю, установка, она притянет человеку события, деньги, все притянет. И вот, чтобы проще давать сверхцель и объяснить, донесите до человека важность жить ради того, чтобы сделать мир лучше. И если каждый человек на Земле будет жить ради того, чтобы сделать мир лучше, и в каждое свое существование будет закладывать вот эти значения, то мы изменим мир. Это сверхцель. И потом, естественно, объясняйте, сверхцель Академия, ради чего мы проводим спиджапы, ради того, чтобы изменить мир, сделать мир лучше. Правильно? Это так и есть. Махатмагади менял мир, то есть он хотел, чтобы мир был лучше. То есть, да, чтобы в Индии, Индию освободить от аннексии Англии. И у него это получилось. У него была идея, идея. И вот эта идея, друзья, мы несите эту идею. Человеку жить. И вот это, когда человек идет, вот смотрите, человек идет на работу. Он идет на работу, ему ипотеку платить надо, то, все, и он живет. Вот. Его это не вдохновляет. Он теряет точки опоры потом со временем. Депрессия, стагнация, алкоголь. Правильно? Ну, ради денег, ради денег, ради айфона, айфона, гонка, гонка. Когда человек идет на работу, мир меняет. Деньги тоже прилагаются, все. Он идет с вдохновением, себя чувствует человеком, человечным. Вот это внедрить надо, друзья мои. Жить ради того, чтобы сделать мир. Ради чего? Ради чего ты растишь детей? Многие говорят, вот я говорю, ради чего ты у себя семья, ради чего ты растишь детей? Ну, как, как, они меня в старости лет будут помогать мне там, как бы там, ну, там, ну, все, готовь. Ты же готовишься к тяжелой старости, все, у тебя приготовился уже, все будет, ты же мысли материальные, да? Ради чего ты растишь детей? Вот, а если, как-то не вдохновляет многих людей, правильно? То есть, да? Какие-то там неудовлетворенные родители, потому что, ну, растит, растит тяжело, там, срывается на детей порой, да? Ну, и когда у человека с молодости, с детства, может быть, человек осознал, и он живет, детей растит, семья у него ради того, чтобы сделать мир лучше, как он будет их воспитывать? Какие он знания будет закладывать в них? Какие слова говорит? Как он будет, он с удовольствием это будет делать? У него будет энергия, он будет жить в состоянии созидания, в состоянии Творца. Человек пришел, человек себя чувствует только тогда, счастливым, но полностью удовлетворенным, когда он проживает жизнь и живет в состоянии Творца, в состоянии Созидателя. И вот это вот есть Свердцель, и вот это вот на Свердцеле закладываете, как ДНК. Когда человек с этим будет жить, он никогда не будет разрушать экологию, он экологичный будет в общении, в отношениях, во всем. Человек будет экологичный, если он будет жить ради того, чтобы сделать мир лучше. И наша задача сделать общество экологичным. Чему призваны Суперджампы? И поэтому все тренировки Суперджампа, почему Свердцель в конце, потому что, знаете, все тренировки 200 уголок и так далее, контроль мысли, это как разогрев на тренировке, разогреваемся, 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 и потом к тебе Свердцель. Человек попал, то есть вот это да, вот это, то есть да, разгон идет. Вы его разгоняете, разгоняете по энергетике, ему вот очень сильно входит в конце, то есть это как раз Свердцель. Друзья мои, прям перепрошиваем, кто еще это не делал, то есть, друзья мои, давайте, то есть раскрывайте тему, что такое Свердцель. Свердцель – это жить ради того, чтобы сделать мир лучше. И тогда человек может применить любой, неважно, стал интеллект-тренером или нет, учительница, строитель. Вот это, знаете, я сейчас даже пример приведу, когда спрашивают, что больше вдохновляет, и когда себя чувствуешь человеком и вдохновленным. Вот есть такая притча или анекдот или еще как-то, то есть да, вот строят люди на стройке дом, а то он спрашивает, ты что сделаешь? Он говорит, я деньги зарабатываю. А другой, что сделаешь? Я камни таскаю, кирпичи. А другой спрашивает, а ты что делаешь? А я храм строю. Вот это из этой области. Что ты делаешь в семье? Детей ращу, кормлю их. Устал. Не вдохновляет. Но когда ты растишь детей ради того, чтобы сделать мир лучше, идешь, занимаешься фитнесом, чтобы мир сделать лучше, общаешься с людьми, чтобы сделать мир лучше, проводишь тренировки, чтобы сделать мир лучше, воспитываешь, управляешь страной, чтобы сделать мир лучше, ты в совсем другом состоянии. Это совсем друг, это энергия, это созидание, это этика, это этичность, это человечность, это творится, это созидание. Я ни в корне не согласен, когда говорят, что иногда нужно зло какое-то совершить. Нет, друзья мои. Все можно делать добро. И чтобы, когда всем людям на земле, хорошо. И это реально. Друзья мои, величайшие, легендарные. Берем на вооружение. Кто будет применять это? То есть вот я живу ради того, чтобы сделать мир лучше. У нас, когда вы будете давать суперджан на упражнение, дайте, пожалуйста, обратную связь. Роберт. Все, 300 процентов. 300 спартанцев взяли на вооружение. Классно, здорово. Замечательно. Замечательно, друзья мои. Все, вижу. Ну что, друзья мои, давайте будем, буду подытоживать. Ребятки, уже хотел на час, но, видите, вот двигаться. Ну, мы рекламную паузу как бы убираем, а то ровно будет. Что хочу сказать, друзья мои? Почему я верю, почему я верю, что интеллект-тренер изменит мир? Почему я верю и знаю, что интеллект-тренер изменит мир? Потому что мы внедряем в общество идею. Идею, добрую, созидательную идею. А люди всегда шли за идеей. Люди всегда, при коммунизме шли за идеями. Люди вообще, знаете, всегда идут за идеями. У нас есть добрая, созидательная идея. Спасти планету от разрушения экологии. От войн, от невежества, от злости, от обидов, от страха. И супиджамп это может. Это такая точка опоры. Точка опоры. Вот как сказал, почему я верю? Потому что Архимед сказал, дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. И вот это возможно. И супиджамп – это точка опоры для человечества. Сейчас объясню, почему. Еще. Почему интеллект-тренер изменит мир? Почему интеллект-тренер оставит след в истории? Я уже оставил. Оставил. Почему? Да потому что, смотрите, друзья мои, Махат Маганди, я люблю этот пример. Махат Маганди изменил жизнь миллиарду людям на земле. Не имея миллиона, миллиардов денег и так далее. Он просто положил жизнь. У него идея была освободить Индию от аннексии Англии. И один человек поднял людей, соратники появились у него. То есть он изменил жизнь миллиарду людей на земле. Он освободил. И он смог это сделать. У него была идея. И люди шли за идеи, за добрые, созидательные идеи и воплощали это. Сейчас какое-то образование, сейчас какие-то проекты ненасильственные, невооруженные. Мир невозможно изменить осуждениями или войнами, революциями. Невозможно. Пробовали уже, не получается. Только образование. У нас есть образовательный продукт. Классный, работающий, друзья мои. Почему я верю? Смотрите, первые тысячи интеллект-тренеров, первые тысячи интеллект-тренеров, действующих, которые будут делать, сейчас придут. Вот они родятся, буквально через год они уже будут, эти тысячи первых действующих интеллект-тренеров. Будут долларовыми миллионерами. То есть миллион долларов будут зарабатывать и больше кто-то. Ну кто-то будет из этих тысячи, там, сто долларовых миллиардеров со временем. Через год, через четыре, там, три года, то есть они уже в такой статус будут заходить. То есть, да, я что хочу сказать. Что может сделать тысяча, тысяча человек, тысяча интеллект-тренеров, которые объединены доброй, созидательной идеей изменить мир, сделать мир лучше, которые зарабатывают уже миллион долларов и больше ежемесячно. Что могут сделать эти люди? Тысяча Махатмаганди, которые готовы служить этой идеею, объединяться вместе, дружно, делать проекты, строить новые города, эко-поселения. Что может сделать тысяча людей, у которых не ограничены большие ресурсы финансовые, и главное, мы распространены по всему миру. Тысяча, тысяча Махатмаганди может изменить жизнь семи миллиардов людей на земле. Легко. И мы это сделаем, и уже вот этот разгон пойдет, вот год-два разгон пойдет, а через пять лет планета будет благодаря нам в другом состоянии. В другом состоянии. Новые города, новые технологии, новые изобретения для человечества. Мы всего лишь, знаете, вот мы не всего лишь, мы такая искра. Мы такой, знаете, вот такая, знаете, этика человеческая. Новое духовное развитие, не духовное, такое интеллектуальное развитие, эмоциональное, духовное, интеллектуальное развитие, которое объединяет всех, друзья мои. Вот это важно понимать. Поднять человека на уровень человечности. Мы несем добрую, созидательную идею, а люди идут за идеями. И идея общепроникающая везде. Как сказал Виктор Гюго, армии можно противодействовать другой армии. Идеи противодействовать невозможно. Идеи установить невозможно, идеи всепроникающие. И люди идут за идеей. Как при коммунизме? Вот у меня рядом город Нижнекамск, и Челны стоит. Им по 50, по 60 лет. Их построили при коммунизме. Люди жили в землянках, работали за еду, за одежду, за кровь, за квартиру. Улыбались, счастливы были. Они что? Они ради идеи построить новый мир, добрый, созидательный. И люди готовы идти за идеями. И сейчас, как никогда, все человечество в Европе, в США, в Бразилии, в России, на Украине, в Австралии, в Африке истосковались по доброй, созидательной, всеобщей, объединяющей идеею. Спасти планету от разрушения экологии. Как думаете, какая сила в этом? Да просто огромная, просто колоссальная, друзья мои. Я верю, я знаю, что интеллект-тренер изменит мир человечества. Что интеллект-тренер уже изменил, уже эти процессы пошли. Если они здесь идут, в сердцах. Буду завершать, я скажу так, супиджамп – это величайшая точка опоры для всего человечества. Для всего человечества. А мы являемся носителями вот этой точки опоры, мы прометеи, которой не сидел этот свет. И это круто, друзья мои. Это круто осознавать и понимать. Ну что, друзья мои, величайшие. Хочу получить от вас какую-то обратную связь. И в принципе все, вся школа, все, что я хотел вам дать сегодня, какие ценности. И так далее. Немножко напишите мне сюда. Благодарю. Все замечательно. Знаете, как приятно получать-то и вообще. Да вообще всегда приятно получать. Просто кто «благодарю» пишет уже супер, друзья, вообще. Это огонь. Мне нравится это. Ребятки, я вас благодарю. Вот я вас лично сам благодарю еще тоже. Знаете, почему? Потому что одному мир не изменить. Вот Владимир Викторович Довгань один мир не сможет изменить. С Петром Силкиным даже вдвоем. Без нас никак. Без нас все. Без нас тренеры. Без людей, земли. Никак, друзья мои. Я вас благодарю за то, что благодаря вам меняется этот мир. Потому что на этом мире живут мои дети. Понимаете? Я вас благодарю от всей души. И это очень важно. Все. Всем пока-пока. Обратную связь. Всем пока. Всем благодарен. Всех обнимаю своим огромным интеллект-тренерским сердцем. Все. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Продолжение следует...